Бисмиллах, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дорогие мусульмане, сегодня я хочу начать цикл передач притчи и примеры, которые посланник Аллаха саллиллаху алейху асалям привел у себя в хадисах. У меня есть другой цикл передач, называется притчи Ур'ана. Все притчи и примеры, которые Аллах привел у себя в книге, рассказал о них подробно. И в этом цикле, иншаллах, хочу рассказать о притчах и примерах, которых посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал у себя в хадисах. Первая притча, о котором хочу рассказать, хадис посланника саллиллаху алейху асалям, который передает Аль-Бухари и мусульм от Ибн Умара, от Абдуллах ибн Умара, радия Аллаху анхума. Посланник Аллаха саллиллаху алейху асаляма говорит, Версии, которая передается муслим, говорится Смысл хадиса сообщается от Ибн Умара, да будет доволен одним оба имя Аллах. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал, Поистине, люди подобны сотне верблюдов, из которых найдется едва ли один пригодный для верховой езды. Это хадис передал Бухари. А в версии муслима, которая передается, посланник саллиллаху алейху асаляма сказал, Вы найдете, что люди, как сотни верблюдов, мужчина не находит в них и одного ездового. Эту версию передает имам Муслим. В общем, в хадисе посланника Аллаха саллиллаху алейху асаляма рассказывает, Что большинство своем люди подобны, как сто верблюдов, Среди которых едва ли можно найти верблюда, которые пригодны для верховой езды. Ученые по-разному поняли этот хадис посланника саллиллаху алейху асаляма. И сейчас перечислю понимание ученых, как они поняли это слово посланника саллиллаху алейху асаляма. Имам Аль-Хаттаби, рахиммахуллах, комментируя эти слова посланника саллиллаху алейху асаляма, сказал, Относительно этого хадиса есть два мнения. Первое мнение. Все люди равны перед Аллахом, перед религией Аллаха субхану ате'аля в религиозных постановлениях, В которых нет превосходства знатного человека над незнатным, Как сто верблюдов, среди которых нет и одного пригодного для верховой езды. Вот среди вот этих сто верблюдов, как они непригодные, все одинаково непригодные к верховой езде. Точно такое же, как положение у людей, первое мнение. Перед постановлением шариата Аллаха, законами Аллаха, нет превосходства богатого над бедным, знатного над незнатным, сильного над слабым, белого над черным, черного над белым и тому подобное. Все они в религиозных постановлениях одинаковы. Это первое мнение. Некоторые ученые, это хадис посланника саллиллаху алейху асаляма, так поняли. Второе мнение. Большинство людей неполноценны. А что касается людей добродетельных, то их число очень мало. И они находятся в таком же положении, как тот верблюд, пригодный для верховой езды среди множества других верблюдов. Вот среди 100 верблюдов, как трудно найти одного верблюда, пригодного для верховой езды. Точно так же среди кучи людей, среди множества людей, человека добродетеля, который желает благо мусульманам, доверенного, надежного, богобоязненного человека, так же трудно найти среди массы людей. Второй смысл такой. Имам Аль-Байхаки, рахимахуллах, приняв первое мнение, то есть, что все люди перед постановлением Аллаха, перед религиозным постановлением одинаковы, приняв это мнение, включил этот хадис в разделе суда, потому что в глазах судьи все люди одинаковы, как эти 100 верблюдов. Это мнение выбрал имам Аль-Байхаки. Имам Аль-Нава, рахимауллах, комментируя слова, имам Аль-Хаттаби сказал, второе мнение более предпочтительное. То есть, мнение, в котором говорится, что праведных людей среди множества людей так же мало, как мало верблюда, пригодного для верховой езды из множества верблюдов. А если взять это второе мнение, что праведных людей среди множества людей будет мало, то это произойдет ближе к судному дню. Сказал Ибн Батталь, этот хадис говорит о плохих поколениях, которые появятся ближе к судному дню. Поэтому имам Аль-Бухари упомянул этот хадис в главе Рафа'ль-Амана, то есть исчезновение доверенности, доверие к людям, как оно исчезает. Это тоже один из признаков судного дня. Поэтому имам Аль-Бухари, выбрав это мнение, включил этот хадис в Рафа'ль-Амана. Имам Аль-Куртуби, рахимахуллах, комментируя эти слова посланника, сказал, «Щедрых людей, которые несут бремя остальных людей и облегчают их нужды, их так же мало среди людей, как верблюд, пригодный для верховой езды среди множества верблюдов». Сказал Аль-Куртуби. Сказал имам Аль-Азхари смысл хадиса. «Аскет в этом мире, который желает последней жизни, так мало, как верблюд, пригодный для верховой езды среди сотен верблюдов». Имам Аль-Кутайба сказал, посланник, саллиллаху алейкум, сказал в этом хадисе, «Ла такаду таджиду фиха рахила». Рахила, говорит это, Аль-Кутайба, Ибн Кутайба. Рахила, говорит Ибн Кутайба, это породистый верблюд, которого специально выбрали среди других верблюдов для верховой езды. Когда он бывает среди других верблюдов, его легко можно узнать. Смысл хадиса такой, что люди по происхождению одинаково подобны сотне верблюдам, среди которых нет пригодной для верховой езды, все они равны, сказал имам Аль-Азхари смысл хадиса. Как я уже сказал, этот хадис поняли ученые по-разному. Есть ученые, которые поняли этот хадис, что все люди перед постановлением Аллаха, перед религиозными постановлениями одинаковы. Нет превосходства одних над другими, и все они перед глазами судей, перед шариатом, все они одинаковы, как те сто верблюдов. Это первое мнение. Второе мнение, братья мои, что праведных людей среди множества, масса людей, их так мало, как мало верблюдов, пригодных для верховой езды, среди сотен верблюдов. В большинстве ученых придерживается этого мнения. Есть другие мнения, что аскетов среди людей так же мало, как мало верблюдов, которые пригодны верховой езды, среди сотен верблюдов. В общем, подытожив то, что сказано, исходя из слов, комментариев ученых, можно сделать следующие выводы, что хадис посланника, саллиллаху алейкум, либо указывает на то, что все люди перед религиозным постановлением одинаковы, не имеют одни превосходства над другими, и все они перед глазами судей одинаковы, как те сто верблюдов, как они похожи друг на друга. Это первое мнение. Второе мнение, и этого мнения придерживается большинство ученых, что людей праведных, пригодных для дружбы, на которых можно положиться, их так мало среди множества масса людей, как мало верблюда, пригодных для верховой езды, среди сотен верблюдов. Этого мнения придерживается большинство ученых. верблюд, который пригодны для верховой езды, братья мои, бывает низким, легким и мягким, на котором легко можно ездить, на котором легко, которым легко можно управлять. Поэтому, братья мои, таких людей, мягким нравом, легкие, этих людей очень мало среди массы людей. Это другое мнение. Также есть мнение, что аскетов среди людей, их так мало, как мало верблюдов, пригодных для верховой езды, среди сотен верблюдов. Такое тоже есть мнение. В общем, как бы ни было, этот хадис побуждает нас к тому, чтобы мы были из числа тех, кто попадает под слово посланника, салли Аллаху, пригодных для верховой езды, как этот верблюд. Чтобы мы были такими, чтобы мы воспитали себя таких мусульман, чтобы мы отличались, как тот верблюд, который отличается среди сотен верблюдов, пригодный для езды. Вот мы, мусульмане, тоже своим нравом должны таким образом отличиться от других людей, от массы людей. Да поможет нам Аллах, субхану атехали, в этом. Вассаламу алейкум, рахматуллахи, баракату.